Организаторы дали полную свободу полета для фантазии юных художников и предложили выполнить работу на конкурс в различных техниках. Рисунки о Великой Отечественной войне и долгожданной победе ребята делали гуашью, акварелью и цветными карандашами. Ученица 10-й школы Валерия Морозова сделала свою работу в технике выжигания по дереву. Это картина Зои. Спасибо Зои за победу. В ней я показала то, какой мир стал после ее жертвы, ее победы, то, что она сделала для народа. Чтобы мы, дети, не забывали, за что погибли наши прадеды, дети, за то, что они нам дали победу и то, что мир, в котором мы сейчас живем. Воспитанница клуба по месту жительства Центра внешкольной работы Ульяна Гуськова никогда не училась в художественной школе, но с детства любила рисовать. Сегодня Ульяна участник Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и победитель 8-го городского конкурса, посвященного 9 мая. О идее мне понравилось, что как мужчина стоит сначала на войне, а потом после войны, что было. Я хотела взять эту идею, потому что война – это страшно как-то для людей, для всего народа. Конкурс «Я рисую победу» направлен на развитие художественных способностей и раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения. Но главная цель, как считают организаторы, совершенно в другом. Только тот народ, который не теряет память, имеет право на существование, имеет право на будущее. Если мы все это забудем, то не будет у нас будущего. Лучшие работы по итогам конкурса появятся на выставке, посвященной 9 мая. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова